Утренник, пожалуй, самая неотъемлемая часть Нового года для маленьких оренбуржцев. С конца декабря и в период новогодних каникул у главных новогодних персонажей горячая пора. Однако в долгожданные выходные своих чат можно будет порадовать не только традиционным визитом Деда Мороза и Снегурочки. Здесь и всевозможные сказки, которые будут ставить Центр творчества промышленного района, и детская школа искусств имени Пушкина. Здесь и новогодние представления, елки и приемы главы Северного округа 5 числа. В управлении образования Оренбурга новогодние каникулы для школьников расписали чуть ли не поминутно. Учеников ждет множество развлечений, начиная от шахматных турниров до соревнований по пешему туризму и не только. Спортивные соревнования и по баскетболу, и по футболу, по мини-футболу, и всевозможные мероприятия на свежем воздухе. Мы специально приготовили все корты школ города, для того, чтобы они функционировали, все новогодние праздники. Все забавы, утвержденные Управлением образования, совершенно бесплатны. Однако тех, кто хочет провести каникулы по-своему, ждут также в музеях и театрах города. В Оренбургском драматическом театре уже вовсю идут аншлаги нового спектакля «Таинственный гиппопотам». Необычную добрую сказку приготовили маленьким зрителям и в Оренбургском кукольном театре. Самое главное чудо – это вот тот спектакль «Волшебный платок», о том, как вот этот платок вбирает в себя все силы природы и помогает достойным людям. Не придется скучать и любителям активного отдыха. Уже со 2 января в городе заработают катки. Для любителей прокатиться с ветерком, да еще на надувной ватрушке, горка в зауральной роще. Ну а тех, кто хочет прочувствовать волшебство Нового года, ждут настоящие олени, на которых можно будет прокатиться в национальной деревне. Яна Корчик, Станислав Наминов, Владимир Семенов. Наше время. Продолжение следует.